И еще одна очень интересная тема внешнеполитическая. Итак, вчера, 2 апреля, воскресенье, трагический день в Петербурге, теракт в кафе погиб Максим Фомин и есть только 32 человека ранены, 10 человек в тяжелом состоянии. И вот 2 апреля с 2001 года в Аргентине, это был понедельник, отмечается день ветеранов и павших на Мальвинской войне с Великобританией. Этот день национальной памяти, чествования ветеранов и погибших воинов, военнообязанных на Фонкленской войне. Мальвинские и Фонкленские острова. Два названия. То есть особый день. Почему я на это обратил внимание? Потому что я очень хорошо помню эту войну, мне было 12 лет, я был такой политически ангажированный и всем интересующимся, читал, вырезал эти все события, мне эта война была интересна. Потом я читал про нее, смотрел передачи интересные, как мужественно аргентинцы воевали против ядерной державы, не побоялись. В Аргентине тогда был военный режим и вот начались эти события очень жестко. Впервые в современной истории такая крупная страна, как Великобритания, воевала по-настоящему с другой страной, по полной программе воевала. Итак, значит, Фонкленские острова были в 1833 году присоединены в Великобритании к короне. А почему? Потому что в 1830 году, значит, новый король во Франции захватил Алжир, ввел войска в Алжир. Началась тяжелейшая война против Алжира, колониальная война, которая привела в итоге к порабощению этой страны. И в Франции очень много погибших, там больше миллиона человек, немереное количество раненых. В общем, в итоге Алжир победил и отсоединился от французской колониальной системы и провозгласил независимость. То есть в пику французам англичане решили тоже показать, что они мачо, и вот захватили Фонкленские острова. Потом долго-долго Тягомотина была в ООН, значит, переговоры шли, чьи это острова, кого их отдать, совместное управление. А аргентинцы не хотели, чтобы англичане ими управляли. В общем, все это шло, шло, шло и достигло 80-е годы в начале кризиса, который разразился войной. Первую, значит, попытку сделали аргентинцы. 1 апреля, в четверг, в 1982 году они высадились на этих островах и продвигаясь, острова большие, продвигаясь. 2 апреля, во вторник, великий пост 2 апреля, в месяц Марса, в день Марса, водрузили над казармами английских солдат аргентинский флаг. Это был такой пассионарный, великий день вдохновения аргентинского народа. Великобритания разорвала дипломатические отношения сразу уже и 2 апреля, по-моему, в тот же день объявила Аргентине войну. Так что это англо-аргентинская война. Хотя первыми начали аргентинцы. Значит, была заварушка. А почему? Потому что вокруг Валгентинских островов нашли очень серьезные газовые месторождения, нефтяные, газовые, ну и плюс расположение юг Атлантического океана, значит, стратегическое место, Антарктида недалеко и так далее, и так далее. То есть очень выгодное месторасположение. Для Великобритании это важно. Ну и для репутации. Так что Маргарет Тейчер очень мадам такая вот, железная леди, быстро воспользовалась ситуацией и вот благодаря этой победоносной войне, значит, разрушила своих соперников, оппонентов и сидела премьер-министром еще какое-то время на престоле. Три раза ее переизбирали в итоге. Так что все это, вся эта война из-за газа и нефти плюс влияние в том регионе. То есть для англичан это все понятно. То есть им больше ничего не надо. Деньги, нефть, газ. Война продолжалась до 14 июня 1982 года до понедельника. А 15 июня во вторник 1982 году было подписано временное соглашение о прекращении боевых действий. Но во вторник подписывать такой документ, это повисает вопрос, чьи это острова. Англичане молодцы, они провели недавно референдум на этих островах. Жители проголосовали, естественно, за Великобританию, что они хотят быть под короной. И на это вроде все подутихло. Но в прошлом году, если поют не отшибает, Аргентина объявила острова спорными и разорвала все подписанные до этого соглашения. То есть демонстративно Аргентина дала понять, что вопрос остается открытым. Чьи это острова? То есть вот так вот повернулась история. Погибло 648 аргентинских солдат, офицеров и моряков. Почти 4000 было раненых и инвалидов. Они вернулись на родину. Около 200 солдат и офицеров покончили с собой, не вынеся поражения войне. То есть такие вот патриоты. Ну так всегда было во все времена. Афганцы, приходя домой, многие погибли. Точных цифр нет засекречено. Это обычная история. Я специально не называю, сколько погибло там, англичан и прочее. Потому что я всегда был на стороне Аргентины. Россия, Советский Союз всегда были в этой войне на стороне Аргентины. Советский Союз, я помню, подробно рассказывал об этих событиях. Что происходит, из-за чего, кто виноват и так далее. Это была предыстория. Тогда это делали более грамотно, чем сегодня это делается. Сегодня мы зацикливаемся на двух-трех темах, а остального мира не существует. А на самом деле события происходят везде. Но вот такой международной панорамы и прочих передач классных, которые я смотрел в юности своей, сегодня нет. Это я как журналист говорю. Поэтому, чего я все это... Это историческое событие. То, что это выпало на воскресенье, очень знаково. То есть Аргентина поднимается. Поднимается противоанглийское, антианглийское, антиколониальное новое движение. В стране интересный очень президент. Неплохой премьер. Страна перевооружается очень интенсивно. Китай, кстати, помогает очень активно. Россия подключилась. Мы дали понять, когда Лавров ездил по Южной Америке, что мы всех поддержим. Всех, кто за нас, мы поддержим. Опять же, доктрина внешнеполитическая была принята в пятницу 31 марта 2023 года. Присоединяйтесь к нашим союзникам. Подписываем договора о дружбе и сотрудничестве, как раньше в Советском Союзе. Военные договора. И мы вас берем под зонтик, под крылбор. И, видимо, в Аргентине пошли такие движения. Аргентина не присоединилась к санкциям, как и многие другие страны, как Бразилия и прочее. То есть идет борьба за Южную Америку. И Россия в этом активно участвует. Китай и Россия. Поэтому мы, так сказать, поддерживаем морально и будем перевооружать Аргентину по полной программе. Так что англичанам впереди непростые времена и ждут. То есть, когда у тебя такой день памятный. Вот в Аргентине вчера был такой памятный день воскресенья. День вот павших в этой войне. Справедливой, национальной, патриотической такой войне. Против агрессора, колонизатора Великобритании. То есть, понимаете, да, как любят Великобританию и Южной Америки. В том числе вот в Аргентине конкретно. То есть, и вот мы под это дело тоже подписались потихоньку. Мы во все будем сейчас подписываться. Французские бывшие колонии, наши союзники будут, мы будем вписываться туда и решаем этот вопрос. Вот Лавров об этом много раз говорил, когда по Африке ездил. И так далее, и то подобное. То есть, антиколониальная волна, новая. Зародилась она в этом году с мощной силой, с мощной подачей в год Марса. Бога войны и разрушений, конфликтов и завоеваний. То есть, мы подпитываем Россию, это движение. И будем подпитывать дальше. То есть, это наша новая доктрина. Союзников обиду не дадим, поможем, чем сможем. Значит, вписываемся в любые проблемы. То есть, почувствовали силу. А куда деваться? Оружия много. Народ сейчас у нас будет после войны с Украиной. Его надо куда-то девать, который войну прошел. Вот и будут, 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 так сказать, и базы наши. И корабли будут плавать, и подводные лодочки. И прочее, и прочее. Вот что нас ждет. Я говорю об этом как о факте, о том, что это будет впереди продолжаться. Что кому это интересно. Мне это всегда было интересно. Значит, вот такая история, такое событие. Значит, так что мы дали понятие Аргентине, что мы на ее стороне. Об этом я хотел вам рассказать, как историк. Вот вчера было такое событие. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Идем дальше. Идем дальше.